Сегодня почти половина земель Казахстана призвана непригодной для посева. Истощение произошло ещё в прошлом веке, когда осваивали целину. В Институте микробиологии Алматы придумали, как можно возродить былую плодородность почв. Здесь учёные трудятся над удивительными разработками, которые применимы для самых разных сфер. Например, для сельского хозяйства. Это инновационное биоудобрение уже протестировали в девяти областях Казахстана. Ежедневно его применяли на площади в 500 тысяч гектаров. Результаты ошеломили даже бывалых аграриев. За год урожай бобовых, а именно сои, гороха, нута и чечевицы увеличился почти вдвое. Вместе с этим специалисты использовали созданный в этих лабораториях препарат для защиты от вредителей. Вот есть лютерна, такая кормовая культура, в которой в Казахстане говшие сложенства у них, значит, около миллиона гектаров имеется. А первый укос появляется во время первого укоса личинки фитономиста, полностью, которые полностью съедают их вот эти листья. Остаётся только такие степени. Ну, у нас есть против этих, значит, насекомых, значит, вредителей препарат. Препарат, тем более не химический препарат, а биологический препарат. Беспокоит учёных и прибрежная зона Каспия. Специалисты трудятся над разработкой, которая поможет уменьшить разлив нефти в море при транспортировке. Но пока это не завершённый проект. А вот идея, которая уже реализована и приносит плоды – биодобавка для консервирования корма для скота. Сено, собранное летом, прекрасно сохраняет свои полезные качества, если хранить его при помощи чудо-препарата. Работают здесь и специалисты по фармацевтике. Они создали противогрибковую мазь, которая вполне может составить конкуренцию дорогостоящим зарубежным препаратам. Для получения препарата весь процесс состоит из нескольких циклов. Это выращивание продуцента, биосинтез антибиотика, получение антибиотика и получение готового препарата. Это не создание препарата на готовой лекарственной импортной основе. Это препарат, который основан на собственном продуценте, на собственном антибиотике. На фармацевтическом рынке мазь казахстанского производства пока не фигурирует. Остаются последние штрихи, и препарат будет готов к использованию. В этом отделении проходит последний этап подготовки лекарства против грибка. В этой ёмкости порошковый антибиотик добавляют мазевую основу. Затем машина распасовывает готовую мазь в тюбики. Сейчас препарат проходит последний этап клинического исследования, но уже успела доказать свою эффективность. Поэтому в скором времени лекарство поступит в продажу.